Советские люди Добрый день, уважаемые друзья! Мне очень приятно сегодня приветствовать нашего высокопреосвященнейшего владыку Марка, митрополита Рязанского и Михайловского. Мы совсем недавно на прошлой неделе были с рабочей поездкой у владыки и попросили его приехать и провести, назовем так, у нас же патриотическая акция, урок и присоединиться к нашей акции «Плодвиг уже в веках». Я вас благодарю, что нашли время в своем очень плотном графике для того, чтобы, соответственно, поучаствовать в этой акции и мы очень рады приветствовать вас у нас. Спасибо! Мы все с вами, дорогие братья и сестры, в этом году являемся или будем участниками великого события, победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это событие, которое изменило историю, ход истории. Это событие, которое стало трилогным для всего XX века. Однако нужно, когда мы говорим об этой победе, нужно помнить о многом, знать о многом и не ограничиваться, конечно же, такими роскошными фразами. Очень часто мы говорим о победе, говорим об этом событии и забываем о тех реалиях, которые мы наполнены. И иногда наши души, наши умы наполнены разным родом мифами, которые есть, которые просто ходят и среди наших современников. Сначала в отношении слова «победа», «Великая Отечественная война». Вы, наверное, может быть, знаете, а, наверное, и не знаете, что так раньше называлась Другая война. А кто знает, какая? Великая Отечественная война. Как называлась? Какая война так называлась? Не знаете? Кто не знает? Кто знает, кто-нибудь урок? Так называлась война, Отечественная война 1812 года. Она называлась Великой Отечественной войной. А уже потом, потом, в нашей истории Великой Отечественной войной стала называться война 41-45 годов, а, соответственно, та война стала просто называться Отечественной войной. Вообще, если говорить о той войне, то, конечно, она была не менее великой, а может быть, в чем-то была более великой, чем война 41-45 годов? Почему? Спросите вы. Да потому что соотношение сил было совсем другим. Если брать Отечественную войну 41-45 годов, то говорят, что у витлеровцев было преимущество, был перевес ничего подобного. Статистика говорит, что танков у наших солдат было в 5 на больше, самолетов тоже было в несколько на больше. Другой вопрос, что это все было недалеко от границ, от границ с Германией, и, соответственно, многое из того, что там находилось, было разгромлено, уничтожено в первые дни, в первые недели лаги. С другой стороны, некогда техника была неисправна, поэтому была просто обрушена, из-за неспособности ее автоматировать, или из-за того, что не хватало топлива, логистика не работала, и не вплевали подвозить границ и прочие вещи. Но вот с точки зрения соотношений сил, война в 812-го годов, соотношение было гораздо более, я бы сказал, так сказать, не в пользу наху. На нашу землю вторглось полмиллиона иностранных войск. Не только французы, но и другие войска. 500 тысяч. А наши войска где-то было около 200, может быть, максимум 300 тысяч. То есть почти в два раза армия противника превосходила наши войска. Была страшная, тяжелая битва под Бородино, которую французы называют «битвой за Москву». Французы считают, что эту войну они выиграли. И есть в Париже памятник, который посвящен битве за Москву. Они считают, что они одержали победу, хотя, конечно, победа была относительной. Вот, поэтому, это несколько слов в отношении названия Великой Отечественной войны. Конечно, война 1941-1941 годов была очень страшной, потому что была очень кровопролитной и была войной мирового масштаба. Почему она произошла и что случилось, это отдельная тема, тема, которой занимаются историки. Хотел бы, может быть, обратить внимание на некоторые аспекты. Наверное, больше 10 лет назад, даже больше, я вспоминаю, в одном издании, в одном французе, вычитал такую фразу. Немец один разговаривал с советским гордарином и сказал, «Вы выиграли войну, а мы выиграли мирную жизнь». Действительно, жесткие слова, слова, которые призывают к размышлению. Вот эти слова, которые я услышал много лет назад, вырезались в нем в память. И какое-то время назад, недавно, на Рождественском священнике я поделился своими мыслями и размышлениями на этот счет. Действительно, мы выиграли войну. Ну, какой ценой мы выиграли войну? Действительно, война с самого начала стала неожиданностью. Война стала настоящей рядой для нашей Родины. Но что и предшествовало? И почему вы вынесли такие тяжелые потери? Да потому что народ наш оказался раздромленным. Почему раздромленным? Вы все помните, что была революция, гражданская война, где людей делили на красных и белых. Причем не в принципе хороший человек или плохой человек. Вот сейчас идет война против терроризма, и мы говорим, люди хорошие, это люди, которые желают друг другу добра, мира, тепла и всего хорошего. А террористы – это те люди, которые хотят нарушить наш покой, люди, которые пытаются убить и нас, и мы, и других. Ясное и четкое разделение. Во времена революции все было по-другому. На самом деле, конечно, у нас до сих пор идет обеление. Люди призывались не просто не ходить в храмы, а наоборот. Они призывались к тому, чтобы кормить храмы, чтобы бороться с религией, бороться с церквью, бороться с ядом. И вчера в же прикажане порой выбрасывали воды, сжигали воды. Те свои святыни, в которых деды, братья крестились, венчались, в которых их отбивали, осквернялись и разрушались. И город Михайлов эта беда тоже не пошла. Вы знаете, здесь был разрушен собор, да и не один храм здесь был разрушен. Хотя по многим дорогам юрисованцами нахрен земли и других земель. Например, для того, чтобы быть учителем, нужно было быть до войны членом союза воинствующих изборников. Если ты исчез, это воинствующие изборников, но тебя просто могли не пустить детям. Скорее всего, не пускали. вот такое разделение было, второе разделение. Первое классовое, второе разделение по религиозному признаку. Конечно, какой-то в какой-то момент этот угар заселил глаза многим людям и действительно некоторые были внушаемы. Люди под действием этой пропаганды, оставили храмы, разрушали храмы, жили годы. Создался целый культ таких понятий, которые, в общем, были призваны заменить наши духовные традиции. Сейчас, наверное, уже мало кто об этом знает, например, место крещения были октябрины. То есть, ребят принимали год октябряка и соответственно, это было много крещений. Призывались не крестить детей, а принимать октябряка и праздновались октябрины и так далее. Если еще помню, не служились панихиды, а отсюда возник обычный проводить так называемые гражданские панихиды. Ну, почему тогда нужно потреблять слово панихиды? Мы употребляли слово и до сих пор употребляли слово гражданская панихида. То есть, все стремилось на отрицание веры, отрицание нашей духовной традиции. Это варварство, это кощусство, когда разрушились храмы, которые будут местом традиций, местом святым, местом наморенным, местом связанным с жизнью той земли тех людей, которые живут в каждом конкретном и жили в каждом конкретном месте. И тем не менее, после какого-то периода репрессий, после какого-то периода отхода от религий, народ проснулся и перед войной в 37-м кажется году проводилась перепись населения в нашей стране. И что интересно, что по результатам этой переписи около 75% людей нашего народа заявили, что они верующие, что они верят в Бога. Конечно, в то время это было опасно. Говорить о Боге было опасно. Говорить, что верующие было, в общем, тоже опасно. Я вспоминаю, когда у отца посольства пластины, взял потихон и послушал пластины. Вот вспоминаю песню. Вот по-иному солнце светит сегодня. Значит, значит, оно у Сталина побыло в Кремле. И потом еще такие слова. Так и к нам от Сталина сила, мощь идет. Фактически это квази-мрики. Слово квази означает почти религии. То есть вид религии. Потому что вера в Бога, высокая вера, христианская вера, она отрицалась, и вместо этого возникла другая вера. Вера в трех богов, вера. Ивгидлов, Ленин, Маркс, Ленин, Сталина. Вот на многих изображениях, на многих картинках было три таких профиля. Маркс, Ленин и Сталина. Это, своего рода, замена Троицы, замена Святой Троицы, в которой мы все верим. И тем не менее, в тридцать седьмом году 75% практически людей заявило, что они в Бога верят. Но тем не менее, несмотря на то, что большая часть людей заявила о своей вере, открытой и исповедовала перед теми людьми, которые проходили в дома осуществлять верность населения, тем не менее, власть продолжала уничтожать отелье, уничтожать церковь. Вспоминая слова, которые сказал покойный патриархсеркий, в 41-м году он был митрополитом и был тогда человеком, который стоял у руля православной церкви. И вот ему приближат горькие и страшные слова, которые разлучали накануне войны. Какие слова он сказал? Православная церковь в сельском союзе доживает свои последние дни. Если раньше власти еще чего-то обещали, но не исполняли, то теперь они уже ничего не обещают, а только методично закрывают храм и посылают в тюрьмы лагеря священников, бископов и верующих людей. Горькие слова сказанные в 1941 году. И вот случилась война. Война началась в день особый для России, в день, который отмечается как праздник всех русских святых. Этот праздник следует за праздником всех святых, то есть сначала идет праздник троицы, потом праздник всех святых следующего воскресения и потом через две недели после троицы праздник всех русских святых. И вот в этот день фашисты начали свою страшную операцию. Они вторглись в предел нашей Родины. И первым, кто фактически обратился к нашим гражданам, был Гнезд Сталин. который впал в состояние депрессии, думал, что его отстранят от власти, как человека, который оказался неспособен встретить и предугадать начало войны, обратился Молдов 22 июня и обратился митрополит Сергий, который уже в то время в то время сказал пророческие слова о том, что враг будет разбит и что мы победим. И, конечно, мы верим все, что войну мы победили не только, конечно, благодаря нашему оружию, героизму, мощи и силам нашей армии, нашего народа, но и благодаря тому, что за Русь представили стволовали наши святые, покровители нашей земли, святые нашего народа, святые нашей Руси. Сталин уже лишь в июле, 3 июля обратился к людям, когда ему он сказал какие и очень нелицеприятные слова, общаясь со своими нарушниками, сказал, что нам оставили в наследство великую страну, а мы ее профукали. Ну, он вырыз от собой резко, он понимал и свою жизнь и думал, что его отстранят от власти. Тем не менее, в итоге одумался и началась страшная тяжелая победа, борьба нашего народа за свою свободу и за жизнь свою. Кстати, сказать, фашисты сначала стали проводить политику, которая поставила под сомнение итог этой войны. Каким образом? Они говорили мы. Мы пришли в архе соцарбордаем, русских говорили наших мы. Мы пришли вас освобождать от власти коммунистов. А многие же помнили, что такое расплачивание, многие помнили, что такое репрессии. Тем более, что первоначально фашистские войска пошли и прошли по территории, которая была присоединена в 1935 году. Это западная Украина, западная Белоруссия и страны Прибалтики откуда вскоре после присоединения к Советскому Союзу стали высылать диссидентов и людей верующих. Причем достаточно в больших количествах. Например, из Польши высвали в итоге 200 тысяч человек. Правда, мне повезло, потому что в одной передаче высвали какое-то количество евреев, в итоге они оказались поселены, потому что иначе попали в концентрационное лагеря. А первоначально фашисты открывали храм и говорили «Вы пришли в вас и суббардат». И кто-то даже сам симпатизировал, потому что люди действительно подумали, что мы переживали трудности, но действительно немцы нас освободят. И, конечно, были люди, заблуждав в отношении природы их помыслов. Но, тем не менее, храмы открывались и открывались, конечно, не благодаря немцам. Немцы не препятствовали, так скажем, их открытию, а просили наши верующие люди. Тем не менее, храмы открывались. Взирая на это, Сталин так же стал разрешать храмы открывать, хотя борьба с верой, борьба с церковью продолжалась. Еще в 1942 году продолжали расстрелять верующих, епископов, священников, монахов и просто верующих дней. В 1942 году, когда уже шла страшная война издавались. И вот представляете, ведь в первые месяцы войны сдалось очень нагрузение. Знаете, сколько сдалось? Миллионы людей, миллионы наших солдат попали в окружение и сдались в премию. compressión издавались. vocal masa запал сп Beer Продолжение следует...